Когда легионы римской армии отправлялись в военную кампанию, на счетах воинов или на знаменах можно было заметить аббревиатуру. В четырех буквах латинского алфавита сокращалась фраза, которая означала «Сенат и народ Рима». Смысл фраз заключался в том, что военные завоевания принадлежали не только правящим политикам, но и всем гражданам города Рима. Иногда военный поход армии занимал несколько лет, и когда воины возвращались, они разбивали лагерь за пределами города Рим, после чего в город отправляли посланника, который предупреждал Сенат, предупреждал всех граждан города о возвращении легионов, после чего город начинал бурно готовиться к принятию завоевателей. Звучала труба. Жители города выходили к месту расположения армии, выходили для того, чтобы присоединиться к торжественному входу победоносной армии. Идея заключалась в том, что жители города становились участниками победы своей армии. Скорее всего, именно этот знакомый образ использует апостол Павел, когда пишет в церкви города Фессалоники, пишет о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Первое послание к фессалоникийцам, 4 глава с 15 стиха. «Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами». Во время сошествия Иисуса Христа верующие, как живые, так и мертвые, будут восхищены, чтобы встретиться с Господом и присоединиться к Его победоносному возвращению. Очень похоже на то, что цель апостола Павла заключалась в том, чтобы утешить верующих. А послание к фессалоникийцам особенно тем, что верующие этого города много думали о втором пришествии Иисуса Христа, и даже в предыдущем письме они задавали Павлу вопрос, они спрашивали Павла о чем-то, а спрашивали Павла о деталях этого события. И в своем письме, в своем послании Павел отвечал на их переживания и часто на сомнение, на сомнение о том, что умершие близкие пропустят победоносное возвращение Господа. Очень легко заметить, как апостол Павел заверил, что умершие христиане ни в коем случае не пропустят возвращение Христа, а на самом деле именно умершие верующие в этом событии будут первыми. Мы с вами продолжаем наше изучение личности и служения Иисуса Христа, и сегодня коснемся второго пришествия, а именно воскресения мертвых верующих. Вот эта вот тема о воскресении умерших касается не только событий последнего времени, но и понимание искупления должно включать в себя рассмотрение этого вопроса. И, конечно, прежде чем сказать о воскресении вообще, необходимо коснуться и смерти. Поэтому первый вопрос, на который мы попытаемся ответить – а почему умирают христиане? Дело в том, что смерть для христиан уже не является наказанием. Священное Писание очень ясно и очень глубоко говорит об этом, что в Христе, тем, кто во Христе Иисусе, уже нет никакого осуждения. Наказание за наши грехи уже оплачено. Да, мы знаем, что христиане умирают, однако неправильно рассматривать смерть верующего человека как наказание от Бога. Наказание смертью, будь то в физическом смысле или в смысле духовном, в смысле отделения от Бога, не касается нас с вами. Все это уже оплачено Христом. И если христиане умирают, значит, существуют и другие причины смерти. Рассмотрим хотя бы некоторые из этих причин. Первое – смерть – это заключительный этап жизни в падшем мире. Почему умирают христиане? Потому что смерть – это заключительный этап жизни в падшем мире. А в своей великой мудрости Бог решил не применять к нам все преимущества искупления сразу. Преимущество спасения применяется к верующему человеку постепенно. Призвание, возрождение, освящение, ну и так далее. И вот в этой же мудрости Бог не удаляет из мира зло. Но Священное Писание говорит о том, что все творение находится в ожидании. В ожидании последнего суда и в ожидании установления нового неба и новой земли. А пока мы с вами все еще живем в падшем мире, и наш с вами опыт спасения еще не завершен. И вот последним актом, аспектом падшего мира и будет удаление смерти. Так пишет апостол Павел. А затем конец. А когда конец? Когда истребится последний враг. И это будет смерть. Только когда вернется Христос, исполнятся слова Священного Писания. Поглощена смерть победою. И до этого времени смерть остается действительностью даже в жизни христиан. И так смерть не приходит к нам как наказание, но как заключительный этап жизни в падшем мире. В мире, где не все последствия греха еще устранены. Опыт смерти связан с последствиями грехопадения. Куда-то христиане или не христиане испытывают старение, болезни. Иногда испытывают травмы и стихийные бедствия. Пока не вернется Христос, мы испытываем бедствие, мы стареем и мы умираем. Бог находит нужным для нас пройти и смерть. И только потом получить все преимущества спасения. А следующее, смерть верующего человека завершает освящение. Смерть завершает освящение верующего человека. Если в этой жизни мы с вами испытываем страдания, испытываем боли, не всегда нужно думать, что Бог наказывает нас или тем более. И нужно думать, что Бог наказывает ближнего, когда мы видим страдания ближнего. Иногда страдания – это следствие жизни в падшем мире. Как бы то ни было, Священное Писание заверяет нас в том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Обратите внимание, как интересно пишет Павел, пишет, что содействует или имеет совместное действие. Есть еще один очень известный библейский текст, который касается опыта жизни христианина. Это самые последние главы послания к евреям. В 12 главе, где Павел пишет, «Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Интересно, Павел пишет о том, как Бог ведет своих детей к славе. История нашего с вами спасения в первую очередь говорит о том, что вождь нашего спасения прошел через страдания, не так ли? Несмотря на то, что он был сыном, несмотря на то, что он не заслуживал страданий, Бог провел его через страдания. Поэтому и приемные дети, следующие за ним, Павел говорит, должны быть готовы к воспитанию, которое иногда причиняет боль. Наказание, о котором опять говорит Писание, не всегда предназначено для того, чтобы избавить нас от грехов, которые мы с вами сделали, которые мы с вами совершили. Но вот для нас с вами очень хорошо знакомо слово «дисциплина». В русский язык, в другие языки это слово пришло из латыни. И слово означает не только строгий порядок. Дисциплина – это не только строгий порядок, но дисциплина – это еще и учение. Дисциплина – это еще и образование. И Священное Писание, говоря о наказании от Господа, говорит нам в смысле воспитания. Павел, посланник евреям, говорит, что Бог воспитывает нас или делает нас с вами крепкими. Мы обретаем большую способность доверять Богу, приобретаем способность противостоять греху на непростом пути послушания. И так мы с вами постоянно учимся послушанию. Учимся даже через то, что переживаем. Поэтому трудности и переживания нужно видеть, как то, в чем Бог делает нас добрыми, укрепляет нас, укрепляет наше послушание для прославления Его. Следовательно, мы с вами рассматриваем старение, слабости, болезни, как еще один вид воспитания Бога. Бог позволяет нам с вами проходить процесс освящения, чтобы в конечном итоге оказаться в Его присутствии. Я думаю, вы помните, какие слова говорил Господь Иисус Христос, верующим в городо Смирный, «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни». Вы знаете, дисциплина у Господа в нашей жизни – это не просто дисциплина вроде порядка. Дело в том, что Священное Писание говорит, что во всем этом есть великая цель, а именно, чтобы верующий человек больше и больше был похожим на Господа. Чтобы верующий человек в своей жизни больше и больше был похожим на Господа. В своей жизни показать те же качества, что были и у Христа. В любых обстоятельствах, особенно к старости, оказаться как Христос. Продолжать повиноваться Богу, доверять Богу, прощать других, заботиться о нуждах окружающих. Вы знаете, вот это понимание того, что смерть является не наказанием за грех, а тем, через что Бог проводит нас – это большое-большое ободрение. А из чего следует, что послушание Богу важнее, чем сохранение собственной жизни человека. Послушание Богу важнее, чем сохранение собственной жизни человека. Итак, опыт смерти служит тому, чтобы углубить доверие верующего человека к Богу, укрепить послушание Богу. И при этом важно отметить, важно помнить, что послушание и верность Богу в любых обстоятельствах намного важнее жизни для верующего человека. Опять нам послужит пример апостол Павел. Если вы помните самые последние главы книги «Деяния апостолов», это путь апостола Павла в Иерусалим, когда уже было предсказано о том, что вот этот вот человек будет страдать в Иерусалиме, когда верующие узнали об этом, они начали его отговаривать, плакать. Помните, какие слова сказал апостол Павел? «Что вы делаете? Что плачете, сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, я готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Вы знаете, именно это убеждение, убеждение, что послушание Богу важнее жизни, не один раз давало апостолу смелость переносить страдания и встречать опасности. Именно это убеждение давало возможность принимать мученчество многим-многим христианам в протяжении истории. Именно в этом было указание Христа – будь верен до смерти. Мы с вами живем в такой обстановке, где мало преследований и также мало, вероятно, мученчества. Однако очень важно и очень хорошо закрепить эту истину в разуме, чтобы посвятить Богу всю свою жизнь. И тогда легче будет отказаться от всего остального ради Христа. Еще один вопрос. Что происходит, когда умирает человек? Душа верующего человека немедленно попадает в присутствие Бога. А смерть – это временное прекращение жизни тела и отделения души от тела. А после смерти верующего физическое тело остается в земле, а душа немедленно входит в присутствие Бога. И вы знаете, вот есть еще написание, опять интересный текст, где апостол Павел говорит, что мы желаем выйти из тела. Для чего? Для того, чтобы водвориться у Господа. Очень интересное слово, образ использует апостол Павел. «Водвориться у Господа». «Водвориться» – это значит найти дом или быть дома, то есть место, где человек принадлежит по праву. Конечно, мы с вами можем вспомнить и слова преступнику на кресте, где Господь сказал, что «ты сегодня же будешь со мною в раю». Опять в послании к евреям, в 12 главе показано богослужение в небесном Иерусалиме. И апостол Павел вот в этом отрывке перечисляет участников этого служения, где он называет и души праведников, достигших совершенства. То есть души праведников уже находятся на небесах. Говоря о промежуточном состоянии, состоянии между смертью и воскресеньем, нужно отметить, что Библия не учит о существовании так называемого «чистилища». В учении некоторых христианских динаминаций, «чистилища» – это место, куда попадает душа верующего человека для дальнейшего очищения. Очищается страданиями для того, чтобы душу приняло небо. Согласно этой точке зрения, страдания «чистилища» даны человеку вместо наказания за грехи, за грехи, о которых человек не успел покаяться или в которых не раскаялся. Фактически это учение противоречит Священному Писанию. Итак, мы с вами отметили смерть верующего человека, отметили промежуточное состояние, а теперь можно сказать и воскресенье тела. Конечно, на всех с вами интересует вопрос, когда это будет. Искупление в Иисусе Христе касается не только души человека. Священное Писание очень ясно учит, что искупление включает в себя искупление не только души человека, но и искупление тела. Поэтому без воскресения тела искупление человека остается незавершенным. И тело человека должно полностью освободиться от последствий грехопадения. Только тогда человек достигнет совершенного состояния. Состояние, в котором Бог создал человека и состояние, для которого Бог создал человека. А в действительности такое может произойти только тогда, когда вернется Христос и воскресит наши тела из мертвых. Писание говорит о том, что в настоящее время мы себе стянаем. Стянаем ожидая усыновления, искупления нашего тела. Наше спасение уже началось. Дух Святой живет нас в качестве залога. Но кроме этого, христианская жизнь предполагает и утверждает терпеливое ожидание завершения нашего спасения. И говоря о будущем состоянии верующих человека, Писание использует еще одно понятие. Послание к римлянам, 8 глава, 17 стих. А если вы дети, то и наследники, наследники Божии, наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Посмотрите, как интересно пишет апостол Павел. Мы с Ним страдаем для чего? Для того, чтобы вместе с Ним прославиться. Значит, говоря о событиях будущего времени, мы можем говорить как о воскресении тела, мы можем говорить так и о прославлении верующего человека. В этой же главе апостол Павел прослеживает шаги искупления верующего человека, заключением которых будет прославление, 30 стих. Кого Бог предопределил, Он тех призвал, кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Итак, чего же в действительности ожидают верующие люди? Мы с вами ожидаем дня воскресения, или мы теперь можем с вами говорить, ожидаем дня прославления, день, который будет для нас с вами днем Великой Победы. Почему? Потому что именно в этот день будет уничтожен самый последний враг. Это смерть. Итак, прославление – это самое последнее действие искупления. Это произойдет тогда, когда вернется Христос и воскресит из мертвых тела всех верующих, которые умерли. Души умерших воссоединятся с новыми телами, а тела живущих на тот момент людей изменятся. Таким образом, одновременно все верующие получат совершенное тело. Несколько библейских текстов, которые говорят об этом событии. Одним из основных отрывков, которые говорят о воскресении верующих, является первое послание к Коринфянам, 15 глава. Вот несколько цитатов из этой главы. 22 стих, 23 стих. Павел говорит, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первый не с Христос, потом Христово пришествие его. И 51, и 52 стихи. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся. Это же похожая тема, обсуждается и в послании к фессалоникийцам, отрывки, с которыми мы с вами уже прочитали. Вы знаете, кроме апостола Павла, о воскресении умерших, говорит и Господь Иисус Христос, и говорит тоже очень интересно, очень глубоко послание в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 39 стих. «Воля же пославшего Меня Отца есть там, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но воскресить то в последний день». И 54 стих этой же главы. «Ядущий Мои плоти, пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день». Воля Отца – это нечто большее, чем только жертва за грехи человека. И Иисус воскресит всех, кого дал Ему Отец. Вы знаете, для многих христиан на протяжении истории это событие становится днем трепетного ожидания. Трепетного ожидания возвращения Христа и искупления нашего тела. Наше же жительство на небесах. «Откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе всем? А кем будет тело при воскресении?» В какой-то мере на этот вопрос отвечает апостол Павел. Он использует очень простой пример, пример посева семени в почву. Вот если человек сажает семя в почву, он затем может наблюдать очень таинственный процесс. Таинственный процесс изменения семени нечто гораздо лучшее, не так ли? Так вот, говоря о теле человека, Писание отмечает, сеется в тлении, а восстает в нетлении. Факт того, что воскресшие тела нетленны, означает то, что они не будут стареть, они не будут подвергаться какой-либо болезни. Это абсолютно здоровые тела. уместно будет отметить или предположить, что воскресшие тела не будут иметь признаков старости, но признаков молодости, опять признаков зрелой молодости. И вот это вот прославленное тело, оно отображает совершенство божественной мудрости. Человек, как вершина творения, носитель образа и подобия Бога. На основании этого примера семени и растения мы можем предполагать, что существует некоторая степень преемственности между нынешним земным телом и будущим телом воскресений. Подобно как тому, что как растение возникает непосредственно из семени, так и тело воскресения, сущности, такое же, как тело, которое сеет. Только это будет тело, в котором произойдут удивительные изменения от тления к нетлению, от унижения к славе. Семя вырастает более крупное растение, но при этом всегда сохраняет свою материю. И в росте семени сохраняется материя, но приобретаются новые элементы. Так и у нас с вами будет преемственность и, конечно, будут различия. Но знаете, что интересно? Что детали того, как все это произойдет, остаются для нас неясными. Потому что Священное Писание очень много скрывает от нас. Однако наша с вами неспособность понять что-то или объяснить что-то не должна стать причиной для отвержения того, чему учат Священное Писание. Многочисленные отрывки Библии свидетельствуют о том, что Бог воскресит смертное тело человека из могилы. Воскресшие физические тела человека подтвердят величие сотворенного Богом мира. Среди всего материального творения новое тело человека будет доказательством мудрости и благости Бога. И последнее, несколько выводов из того, о чем мы с вами говорили. Будущее событие, которое касается каждого человека отдельно, называют личной эсхатологией. То есть, будущее событие касается каждого из нас с вами в отдельности. Но Священное Писание Библии говорит о будущих событиях, которые повлияют еще на всю Вселенную. Одно из таких событий – второе пришествие Христа. Христианство особенно тем, что христианство – это историческая религия. Совсем не в том смысле, что христианство – это как явление истории. Но в соответствии с учением Библии Бог уже действовал в истории человечества. В событиях Ветхого Завета и затем в событиях Нового Завета Бог раскрывает себя. То есть, Библия утверждает, что именно Бог ведет историю человечества к предопределенному завершению. Все исторические события, о которых говорит Писание, сотворение человека, грехопадение человека, смерть Христа, воскресение Христа и многие-многие другие действительные события имеют отношение к вере человека. Бог действовал таким образом и тем самым наполнил события важным смыслом. Поэтому сегодня, читая Священное Писание, мы утверждаем идею продуманного движения истории, движения истории к цели. К примеру, Древний мир воспринимал события в связи с космическими силами, которые очень часто человек обожествлял. Представление о том, что как будто звезды каким-то образом влияют на жизнь человека. Но сегодня это тоже перешло и в наше с вами современное общество. Люди сегодня советуются со звездами. Вы знаете, Священное Писание учит нас с вами, что история – это сфера, в которой действует Бог, действует и выполняет свои цели. Именно вот это действие Бога в истории, жизнь каждого из нас, наполняет великим смыслом. Человек несет ответственность за каждую мысль, за каждое слово и за каждое дело. Каждое последующее поколение движется к заключению истории человечества. Изучая события будущего, мы, конечно, говорим о том, что еще не произошло, но тем не менее обязательно произойдет по той простой причине, что за этим стоит Бог. Говоря о будущих событиях, мы должны признать, что христиане не имеют полного согласия в деталях будущих событий. Вопрос тысячелетнего царства. Для одних это общий период, символ эпохи церкви, для других это особый период будущего. Вопрос того, как тысячелетнее царство согласуется с другими событиями. Вопрос роли Израиля в событиях будущего. Вопрос Армагеддона или вопрос Антихриста. Однако, среди всех этих различных мнений по деталям существует определенное согласие. Определенное согласие наиболее важных событиях будущего. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, независимо от того, как решится вопрос тысячелетнего царства, как решится вопрос великой скорби, другие вопросы, основными элементами будущего останутся возвращение Христа, воскрешение тела и последний суд. Сегодня мы с вами говорили о воскресении тела. Знаете, это учение имеет значение по естским причинам. Дело в том, что утверждая воскресение тела, мы с вами признаем, что смерть это враг. Утверждая воскресение тела, мы признаем, что смерть это враг. Так называет смерть Священное Писание. Знаете, смерть является чем-то неестественным, чем-то злым, что не было изначально задумано Богом для человечества. Таким образом, христианство утверждает существование трех великих зол. Грех – это зло, страдание – это зло и смерть – это зло. Итак, смерть – это зло и смерть – это враг. Знаете, мне кажется, по отношению к смерти существует две крайности. Первая крайность – это ложный оптимизм по отношению к смерти, а вторая крайность – это, конечно, страх смерти. Мне кажется, очень трудно избежать одной или другой крайности. Читал об одной верующей женщине, которая болела смертельной болезнью, уже была на самых последних стадиях своей жизни. Когда она была в больнице, и очень часто, как бывает в этих случаях, посещали друзья, в палате было зеркало, зеркало, которого не замечали посетители, но вот эта вот больная женщина, больная сестра в Господе, она видела отражение людей, она заметила, что всякий раз, когда к ней приходили посетители, они делали паузу для того, чтобы принять правильное выражение лица, приятное выражение лица. Люди приходили, говорили самые разные слова, убеждали, что все будет хорошо, но эта женщина для себя сделала очень простой вывод, ведь они знают, что я умираю, но не хотят об этом говорить. Ведут себя так, как будто бы зла. Нет. Вопрос этой женщины было то, что она уверила во Христа и говорила без всякого осуждения. Говорила именно в том смысле, что смерть – это великий и порой страшный враг человека. То есть не может быть ложного оптимизма по отношению к смерти. Поэтому нет ничего плохого в том, если человек выражает сожаление и очень глубокую печаль по поводу смерти ближнего. Печаль и глубокое сожаление не являются признаками малой веры. Знаете, у нас есть с вами замечательный пример отношения к смерти близкого человека. Это смерть Стефана из книги «Деяния апостолов». Когда Стефан был побит камнями, мы с вами читаем о том, что его погребли мужи благоговейные. И затем историк Лука отмечает, что они сделали великий плач о нем. Вы знаете, вот смерть Стефана или случай смерти Стефана был особен. Он был особен тем, что перед смертью этот человек увидел открытые небеса. Он увидел Иисуса Христа, который стоял одесную Бога. Вот вопрос. Если Стефан видел открытые небеса, видел Сына Человеческого, почему же о нем плакали? У людей, которые погребали Стефана, не было недостатка веры. И их печаль показывала печаль, которую они испытывали от потери общения с любимым человеком. Они были уверены, они хорошо знали, что Стефан имеет великую радость в присутствии Бога, но тем не менее плакали его. Выразить, что смерть – это горе, было правильно. Иисус плакал у гроба Лазаря. Плакал, что Лазарь умер, что сестры переживали такое горе. Да, христиане плачут не потому, что не достает веры, а плачут, потому что смерть – это враг. Можно вспомнить расставание апостола и служителя церкви города Эфеса, когда они плакали, опровожая его, а печали, особенно словами его, чтобы больше не увидеться никогда. Между прочим, сам апостол Павел, который так ярко выражал желание быть со Христом и готовность к смерти, говорил о предполагаемой смерти Ипофродита. Он говорил, что если бы умер Ипофродит, то мне прибавилась бы печаль к печали. Да, печаль христиан совсем не похожа на печаль неверующего человека. Печаль христиан навсегда смешана с надеждой. Священное Писание утверждает, что Христос умер за нас, чтобы мы бодрствуем ли, или спим, или умираем, чтобы мы жили вместе с Ним. И, конечно, крайность, как страх смерти. Знаете, опять удивительно, Бог устроил, удивительным образом Бог устроил человека. А с тех самых пор, как человек стал человеком, человек становится человеком, нам приходится жить лицом к лицу в ожидании и действительности смерти. А мы с вами иногда даже не догадываемся, как сильно это на нас действует. Попробуйте проследить то, как вы думаете, то, как вы живете. А никто из нас не сомневается в том, что его земное пребывание однажды прекратится. Не так ли? С тех времен, как человек живет на земле, он несет себе вот это вот знание, что когда-то я умру, я обязательно умру. Но с этим соединяется в глубине нашей души соединяется другое знание. Невероятное, непонятное знание, где душа в глубине своей говорит, что мы с вами бессмертны. Не так ли? Душа в глубине каждому человеку говорит, что мы с вами бессмертны. В глубине души бессмертны, а реальный опыт жизни убеждает нас в обратном. То есть человек живет в раздвоении. Это часто большая трагедия для человека. Такой небольшой пример. В 17 веке в Русской Православной Церкви произошел раскол. Одним из непосредственных участников этого раскола был человек под именем Протопоп Авакум. Замечательный, удивительный человек. Человек, который стал известным своими приверженностью, своим убеждением. За свои убеждения этот человек 15 лет просидел в тюрьме, после чего был заживо сожжен. Когда его тело гнило в земляной темнице и он питался падалью, Авакум написал небольшой труд, который стал уникальным памятником русской литературы. В житии Протопопа Авакума им же самим написано. Очень короткая автобиография. Очень интересно, этот человек прослеживает свой путь, свою жизнь. Он вспоминает, когда впервые помолился Бог. Очень интересное событие. Он говорит, маленьким мальчикам он увидел мертвое животное. Дохлую скотину. После чего всю ночь он молился Богу. А с ребенком малым видел у соседа скотину мертвую. И во ночь его оставшим молился со слезами, чтобы умереть и мне. С тех пор привык молиться по ночам. Дальше этот человек рассказывает свой жизненный опыт, свое заключение. Опыт смерти заставляет человека думать о Боге, но умирал Протопоп Авакум совсем в другом состоянии. Человек прошел этот путь, путь к смерти. У него были переживания. Он всегда пытался простить своих гонителей. И в конце, вот это уже пишут о нем, пишут следующее, это он говорит о своих гонителях. Задумали добро, двенадцать лет закопанным в земле меня держали. Думали, погасну, а я молитвами, добдениями свечу на весь крещенный мир. От света земного заперли, до свет небесный замкнуть не догадались. Двенадцать лет не видел я ни солнца, ни неба синего, ни снега, ни деревьев. А вывели казнить, смотрю, дивлюсь, черно и пепельно, сине, красно и бело, и красоты твой ум человеческий вместить не может. Он говорит о месте своей казни. Построен сруб в соломанную накладен, корабль мой огненный на родину мне ехать. Как стал ногой почуял, вот отчалю, и ждать не стал, сам подпалил свечой. Святая Троица, Христос мой миленький, обратно к вам Бруссалим небесный, родясь погас, да снова разгорелся. Родясь погас, да снова возгорелся. Вы знаете, братья и сестры, мы христиане должны учиться не жить страхом смерти. Знаете, почему? Не потому, что мы с вами должны стать похожими на философов-стойков, которые, быть может, смеются в смерти в глаза. Дело в том, что у нас есть прекрасные, замечательные библейские примеры. Вспомните апостолов Господа, Петр и Иоанн Фома. Почему они не боялись смерти? Почему многие из них были готовы на мученическую смерть? Да потому, что они были свидетелями воскресения Иисуса Христа. Что делает нас с вами сегодня сильными при лицом смерти? У нас есть пример воскресения из мертвых. Кроме того, Священное Писание очень хорошо говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас с вами от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Не может отлучить нас от любви Божьей. То есть, мы теперь именно этим с вами живем надеждой на воскресение из мертвых, веря воскресения Господа Иисуса Христа. Слава Ему за это. Аминь. Я приглашаю вас к молитве.